Вопрос. Мой родственник, доктор. Он желает узнать, может ли он, когда находится на операции, отложить разговение? Ответ. Хвала Аллаху. Во-первых, желательно спешить с разговением и разговляться сразу после заката солнца. В отношении этого были переданы хадисы от пророка, саллиллаху алейхи ва салям. Передается от Сахля ибн Саада, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва салям, сказал, «Моя община будет пребывать во благе до тех пор, пока не начнет откладывать разговения на более позднее время». Привели Аль-Бухари под номером 1975 и Муслим под номером 1098. Ан-Наууи сказал, «Этот хадис побуждает спешить с разговением и разговляться сразу после того, как люди убедятся в том, что солнце закатилось. Смысл хадиса в том, что дела мусульманской общины будут упорядочены, а члены общины будут во благе, если они будут сохранять этот обычай, сунну. Если же они будут задерживаться с разговением, то это будет признаком расстройства в их делах и испорченности». Ибн Хаджар сказал, «Аль-Мухаллаб сказал, смысл этого в том, чтобы человек не увеличивал день за счет ночи. В разговении сразу после заката солнца проявляется доброта к постящемуся, и это дает ему силы для поклонения. Ученые единодушны в том, что это время наступает тогда, когда будет достоверно воочию указано, что солнце закатилось, и когда об этом сообщат два справедливых человека, а также если об этом сообщит один, согласно более достоверному мнению. Другой смысл заключается в немедленном принятии в пищу того, что разрешил Аллах. «Всевышний Аллах щедр, и щедрый Господь любит, чтобы люди пользовались и наслаждались его щедростью. Он любит, чтобы его рабы спешили к тому, что он дозволил, как только закатится солнце». Ас-Шарху-ль-Мумти, том 6, страница 268. Ибн-Дакик Аль-Ид сказал, что этот хадис опровергает действия шиитов, которые откладывают разговения до того времени, когда на небе появятся первые звезды. Во-вторых, постящемуся человеку желательно разговляться свежими финиками. Если он не найдет, то сушеными, а если нет и их, то водой. Если нет воды, то он может разговляться той пищей и напитками, которые найдет. Если у постящегося нет ничего, чем он мог бы разговеться, то он намеревается завершить пост. То есть намеревается, что он разговелся. Таким образом, поспешив с разговением, он последует сунья. Шейх ибн-Утеймин сказал, если он не найдет ни воды, ни другого напитка, ни еды, то он намеревается, что он разговелся в сердце. И этого достаточно. Ас-Шарху-ль-Мумти, том 6, страница 269. Основываясь на это, если этот доктор не может разговеться свежими финиками или сушеными финиками, то пусть разговеется водой. Если он не сможет сделать этого из-за того, что он на операции, то ему будет достаточно намерения, что он разговелся. Этим он последует сунья. А Аллаху Всевышнему ведомо лучше.